Добрый день, пользователи и гости сайта smartse.ru Сегодняшний видеообзор хочу посвятить дополнению, которое вышло буквально вчера Это поддержка Dual Touch на смартфонах Sony Ericsson Xperia X10 Итак, приступим Это небольшое обновление, которое вышло вчера и доступно было только для Японии Уже сейчас мы имеем на наших смартфонах Итак, с чего хочется начать? Начать мы, как всегда, с рабочего стола начнём В качестве рабочего стола я использую Launcher Pro Таким вот жестом, как пощипывание Опс, извиняюсь, неудобно С жестом, как пощипывание, мы можем перейти к предосмотру рабочих столов Также быстро выбирать рабочие столы Следующее, на примере чего я хочу показать работу Dual Touch Это Google карты В Google картах также этими же жестами мы приближаем, отдаляем Масштабируем объекты Следующая программка будет фотогалерея В фотогалерею заходим, открываем папочку с фотографиями Допустим, с обоями Запускаем картинку Открываем И также теми же знакомыми жестами приближаем И, соответственно, удаляем Масштабируем нашу картинку Очень удобно для просмотра фотографий Следующая программка будет Штатный браузер Заходим в штатный браузер Здесь уже открыт наш сайт И также знакомыми жестами масштабируем Приближаем Отдаляем Очень удобно для чтения больших статей Что можно в любой момент подстроить под себя Как вам удобно глазу Будет читать текст Работает DualTouch во всех приложениях За исключением Mediascape Это приложение самого компании Sunni Ericsson На него обновление пока еще не вышло Поэтому это единственный минус Остальное только плюсы Дождемся официального обновления данной программы Mediascape Тогда у нас будет поддержка И в этой программе DualTouch В игрушках Наши знаменитые птички Angry Birds Тоже DualTouch работает Ну, собственно, все На этом я заканчиваю видеообзор Всего доброго До свидания Заходите к нам на сайт Кстати, небольшой постскриптум Данное обновление Ставится буквально за 2 минуты При условии, что у вас Получен доступ К правам root пользователя То есть администратора Если такого доступа у вас нет Вы также на нашем сайте найдете Как поставить Права пользователя Root Вместе с этой операцией Буквально обновление займет Ну, 15 минут в максимуме Данное обновление Еще напомню Данное обновление DualTouch Никак не затагивает все данные Которые у вас на телефоне То есть вы ничего не потеряете Абсолютно все настройки сохраняются Это лишь небольшой патч К ядру нашего устройства Которое открывает нам Такие возможности Всего доброго Спасибо за внимание До новых встреч на сайте SmartSE.ru